Референдум, который мы ходили со слезами и, собственно, ждали входа, возвращения на родину, в родную гавань, мы приплыли. Мы теряем сейчас все, нас отбирают последние. Предприниматели, которые торгуют на улице Козлова, да и это касается глобально предпринимателей, торгующих в Крыму, работающих, поскольку они сами себе создавали рабочие места, они самозаняты были. Что сейчас вытесняются эти предприниматели, они оказывается не нужны. Они вытесняются, вместо них другие приходят или власти что-то планируют там построить? Власть освобождает вот конкретно этот рынок явно под кого-то, потому что 15 лет мы на нем осуществляли торговлю, зарабатывали для своих семей, для города, платили безусловно все налоги, платили все, но кому-то потребовалось опять, очередной раз потребовался этот отрезок улицы. На что вы готовы? Мы готовы к продолжению отстаивания своих интересов и никогда не поддадимся никаким провокациям. В какой форме вы будете отстаивать свои интересы? Мы формы буквально прибегаем ко всем формам. Те формы, которые применяют к нам, мы же бумерангом отвечаем на них. Нас били, нас жгли, нас уничтожали, но мы при Украине это выстояли. Сейчас идет очередной беспредел, очередной бандитский передел территории. Готовы предприниматели объединиться и выйти на митинг? Предприниматели просто обрывают мой номер телефона, предлагая, что рынки поднимутся все. Поднимутся предприниматели всех рынков. Как вы думаете, достаточно ли поставить ультиматум власти или необходимо требовать отставки и смены руководства города? Это будут решать на митинге предпринимателя. Если митинг нам разрешат, и будут предприниматели вносить свои предложения. Но ситуация накалилась до предела. Та ложь, которую мы слышим с экрана телевизора, и адрес предпринимателей, говоря о том, что это стихийная торговля, при всех решениях судов считают, что это стихийная торговля. Они буквально врут с экрана телевизора. Говорят о том, что мы не идем на конструктивный разговор. А когда мы спрашиваем, а в чем состоит конструктивный разговор? Конструктивный разговор состоит в том, что мы должны собраться и уйти. То есть предприниматели возмущены? Это не то слово. Они не просто возмущены, у них уже гнев выплескивается. Мы просто еще эту ситуацию сдерживаем.